Эти кадры сделаны неделю назад. Жители двух улиц Буденова и мастерских рассказывают о своем в кавычках «замечательном соседе». А то, что когда-то здесь стоял дом, сейчас напоминает только старая кирпичная кладка. 15 лет назад пожар уничтожил постройку практически подчистую и унес жизнь пожилой женщины. Ее сын, работник завода «Рифтрут», остался без крыши над головой. И работодатель предложил помощь. Ну, «Рифтрут» обещал ему или построить на этом участке что-то, или дать в общежитие место. Ну, в общем, обещаний было много. Факт то, что он снял квартиру. Все эти годы участок жил своей жизнью. Пока не наступил момент, когда терпение местных лопнуло. Пепелище настолько заросло, что превратилось в непролазные дебри. Навязчивая растительность стала распространяться по соседним участкам. Ветви угрожающе свесились над газопроводом. А с хозяином пробовали связываться? Так он сейчас под следствием или в тюрьме. А что он хозяин? Он уже не хозяин. Он не обращает, мы уже к нему... Он не хозяин, я как-то... Он на это внимание не обращает, он сказал, это не мое. Какие мое, да. Я передала, в общем, хозяина заводу. А неужели в «Рифтрут» не найдут, не наймут? Мне кажется, можно найти, нанять и машины, и привезти их. В «Рифтрут» обращались, они сказали, что у них нет средств, чтобы здесь все это наводить порядок. Они этот участок, значит, будут продавать, выставят на продажу. И бесполезно, ничего нет. Вот сейчас, вот видите, какие заросли. А это, не дай бог, если загорится. Прошла неделя, и вот как заброшенный участок выглядит теперь. По словам жильцов, деревья и кусты спилили сразу после нашего первого приезда. Бригада была, сказали, что с октября, с «Рифтруда» стали пилить. Но за один день не получилось у них, они приехали на следующий день еще. Все спилили, а вот все, что осталось. Сейчас хоть все прям это, все видно. Соседи видно, солнышко видно. Все очень хорошо, спасибо вам. Теперь соседи мечтают о том, как бы этот участок мог выглядеть, если бы они имели на него права. Шутят, что можно было бы и сад разбить, и даже обустроить детскую площадку. Но если бывшее пепелище и станет местной достопримечательностью, то уж точно не в ближайшее время. Вот эта стиральная машинка, пожалуй, единственное, что более-менее уцелело в том далеком пожаре. Здесь ироничная надпись «Рифтрут». Топор напомнил обо всем, что долгие годы скрывали густые заросли. Остается только вопрос, послужит ли все это поводом для того, чтобы проблему решили в корне. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей.